Часто сводят нашу духовную жизнь к чисто внешнему исполнению известных нам церковных предписаний. Говорят, он воцерковлённый человек, то есть он крестился, ходит в храм, исповедуется, причаётся, ставит свечки, подаёт поминания, солидают посты. Хорошо? Хорошо! Это всё? Избави Бог! Избави Бог! Самые злейшие фанатики, самые ужасные лжеправедники, самая тягчайшая бесовская прелесть, кого постигала, которые исполняли всё внешнее и забывали о главном, что человек спасается не вот этим внешним ритуалом, совсем нет, а спасается борьбой с теми гадостями, которые возникают в нашей душе. То есть, жизнью по заповедям, а не просто исполнением вот этих церковных предписаний. Все эти предписания могут быть эффективными только в том случае, когда они помогают человеку самому главному. К чему же? А вот что самое главное! Действительно! Вы знаете, как ни удивительно, но, оказывается, самое трудное – это убедиться, что я грешный человек! Ну, я знаю, что у меня кое-что есть! Ну, это кое-что! А сам я хороший! А сам я хороший! И не вздумайте меня тронуть! То есть, если вы тронете, вы тогда узнаете, какой я хороший, конечно, тот же! Оказывается, самое трудное – это действительно увидеть, что я действительно, оказывается, грешный человек! Тот, кто не увидел себя грешным, и тот, кто не убедился, что он, несмотря на все усилия, а они совершенно необходимы, никак не может, никак не может избежать этой греховности, тот никогда христианином не станет! По очень простой причине! Да-да, он всё верует, всё знает и верует! Да-да, верует! По какой причине? Христос не случайно называется Спасителем! А если я вижу себя хорошим, разве мне Спаситель нужен? Ну, скажите! Если я вижу себя здоровым, разве мне врач нужен какой-то? Да мне не нужен никакого врача! Чего вы ко мне пристали? Сами больны? Ну, идите и лечитесь! Вот, оказывается, в чём стержень, самая основа вот этого духовной жизни в человеке! В чём заключается? Действительно увидеть, что мне нужен Христос Спаситель! От чего? Не от бед жизненных, а от того, что я не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать, не могу не ненавидеть! Это вообще ужасные вещи, которые многие меня действительно просто не дают мне покоя! Терпеть не могу от того человека, ничего не могу сделать, не сплю, страдаю! Другим рассказываю – и опять страдаю! Вот, человек, который увидит, что такое страсти, что страсти слова – это страдания, до тех пор, пока человек не увидит этого и не поймёт, что он сам никак не может, он не может обратиться к Христу и стать христианином! Христос нужен только тому, кто увидит, что он действительно страдает и ничего сделать не может! Как Спаситель кому нужен? Погибающему! Та ну! – кричит человек! В руки разбойников кричит человек – помогите! Вот, кому нужен Христос! Вот, кто становится христианином! А вовсе не потому – крещённый? Ну да, крещённый! Блес Паскаль, всем вам известный, он написал – в древнем-то мире, в начале, в церкви, первые века, чтобы стать христианином, надо было доказать это своей жизнью, чтобы все говорили – да, вот это действительно человек порядочный, да, это действительно христианин! Тогда его допускали только к крещению, и он становился христианином! А теперь, говорит Блес Паскаль, а теперь вошёл в церковь и даже не заметил, каким был, таким и остался! Вот, меня крестили, а что вы ещё хотите? И я хожу по воскресеньям, ну, может быть, пореже, хожу в храм и ставлю свечку, даю записку, дам записку, пусть батюшки молятся, я пока на рынок скажу, пока время есть, пока записки читают – прямо красота, да и только! Вот, оказывается, духовная жизнь человека, она имеет своим стержнем, своим самым центральным моментом – это всё-таки постараться увидеть себя, кто я есть на самом деле! Семён Новый Богослов, преподобный, писал – тщательное исполнение заповедей Христова открывает человеку его немощи, то есть его греховность! Я только тогда начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле, когда приму решение, решение приму жить по-христиански, не просто по-церковному! Не просто по-церковному! По-церковному что значит? Я сказал уже – креститься, подходить на исповедь, причстился, поставил свечку и так далее! Это не так трудно всё-таки сделать! А вот не осуждать, не завидовать, не злобиться, не обманывать, не лгать, не притворяться – вот где начинается христианская жизнь! А не свечку поставить! Да не дай Бог, хочу через левое плечо – тогда вообще кошмар, катастрофа! Вот оно, где начинается христианство! Вот оно – духовная жизнь! Жить – это называется – жить по Христу! То есть быть подобными Ему! Жить по любви к человеку! К какому? К каждому! По любви – это не значит, вы не подумайте, по любви, то есть влюблённости в каждого, ничего подобного! А относиться к каждому справедливо, честно, порядочно, по правде! Вот, что значит! Речь идёт здесь не о чувстве, а о правильности отношения! Чувство – это совсем уже другая ступень любви! Вот, оказывается, только тот человек, который принял решение, ещё раз говорю, я не знаю, из миллионов православных, и, говорят, их миллионов 250, может быть, 300, не знаю. Интересно, сколько человек найдётся, которые приняли решение жить по-христиански? То есть жить по заповедям Христовым! Ой, как мало! Вдовлетворяемся одной внешней церковностью! И только! И больше ничего! Вот в чём, если хотите, суть! Поэтому Исаак Сирин, например, в отношении вот такой внешней, кажется, порядочной жизни, но без исполнения заповедей, писал так! Воздаяние! То есть, если хотите, спасение! Воздаяние, писал он, бывает! По сути, что дальше он говорит только! Воздаяние бывает! Не добродетели! И не труду ради неё! Как это вам нравится? Это святой? Не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению! И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды! Невольно, когда читаешь эти слова Исаака Сирина, вспоминаешь это католическое учение о заслугах! Оказывается, христианин должен приобрести заслуги! Какие заслуги?! Представьте себе, я чувствую, у меня есть заслуги! Да, смирения много у меня будет! Исаак Сирин, святой 7 века, прям провидел это! И уничтожающий критикой говорил! Воздаяние бывает не добродетели самой по себе, и не труду ради неё, а рождающемуся от них смирению! И не будет, если смирения, напрасны все труды и все добродетели! Как это много значит, я вам скажу, мы иногда хотим откупиться от Бога! Чем? Добрыми делами! Ну, кто чем может, в зависимости от своего состояния! И думаем! Добрые дела нужны? Да! Ради чего? Исполнении заповеди! Но вовсе не в качестве откупного материала! Я дал нищему рубь! Господи, лимончик мне подавай-ка! Жду! Давай-ка! Я рубь подал нищему! Слышите? Ни о каких заслугах речь даже не может быть! Это прям сатанинская идея! Что вы? Тот, кто не увидит, что он фактически не может шагу шагнуть, без того, чтобы не осудить, не слукавить, не притвориться, не обмануть! И чего только не сделать! Тот, кто не увидит этого, он не христианин! Его не от чего спасать! Это что за язычество такое? Языческим богам только можно было приносить жертвы, и тогда ты им угождал! Христос – Спаситель от скверн души! Вот, оказывается, блаженно чистые сердцем ибо они Бога озвят! Сердцем, а не ногами и руками! Субтитры создавал DimaTorzok